МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей АОНПК Катрен. Федеральный сервис по поиску и заказу лекарств аптекару. Это новости на канале Антона 7, студия Алла Аксенова. Здравствуйте. Подарок Омску от предпринимателей. Какую выгоду получит бизнес за свою помощь? Уроки мужества. Это очень интересно и очень сильно берет за душу. Можно ли научить смелости и доблести? Контроль молока. В течение 4 часов выявляется, что, где, когда и почему. Как работает и что выпускает старейший молочный завод Омска? А также, какая судьба ждет уникальные пеликаньи острова и последние новости спорта. Сегодня омские школьники и студенты вернулись за парты. Карантинный режим в регионе завершился в связи с улучшением эпидемической ситуации. По данным Роспотребнадзора, сейчас в Омске уровень эпидпорога превышен только на 20%, что ниже на 60% в сравнении с последней неделей января. А в области ситуация еще лучше. Там показатель заболеваемости на 5% ниже эпидемического порога. Тем не менее, в Роспотребнадзоре рекомендуют муниципальным властям продолжить комплекс профилактических мер, в том числе ограничение массовых мероприятий. Сегодня мэр Омска Вячеслав Двораковский обратился к предпринимателям и простым жителям. Нужны деньги на подготовку к юбилею областного центра. Сделать все, что запланировали при дефицитном бюджете, невозможно. Нужна финансовая поддержка. Для этого специально создали некоммерческую организацию, которая будет копилкой пожертвований. Работа ее, обещает в мэрии, будет прозрачно. Наполнить фонд ресурсами и направить их на конкретные проекты – главная цель некоммерческого фонда. По сути, это открытая копилка, куда можно внести определенную сумму, сколько и на что каждый решает для себя сам. Основной смысл заключается в том, чтобы силами всех структур на территории города, а возможно и из-за пределов города, насытить эту некоммерческую организацию ресурсами и имуществом, для того, чтобы он своей деятельностью мог направлять средства на развитие города, на самые различные проекты. Проекты касаются и озеленения, и благоустройства, и строительства дорог, и спорта, и физкультуры, и науки, и так далее. Для начала чиновники предлагают рассмотреть инвесторам четыре проекта. Помощь в преображении зеленого сердца города – парка 300-летия Омска. Не хватает средств на культурно-досуговую зону отдыха. Можно вложиться и в благоустройство сквера дружбы народов. Для его перевоплощения в сад непрерывного цветения, согласно смете, нужно порядка 50 миллионов рублей. Без дополнительной финансовой поддержки, незавершенной, останется и реконструкция Бульвара Победы. Демонтаж около 6000 квадратных метров старых бетонных плит, укладка нового дорожного покрытия, восстановление газонов, высадка 600 крупномеров и 5000 кустарников, ремонт стеллы, звезды и памятника танку Т-34, обустройство поливочного водопровода. Вот далеко не весь список необходимых работ. Цена вопроса – 120 миллионов рублей. На сегодняшний день эта сумма небосильная для бюджета города Омска. Сегодня еще есть время. И общими усилиями мы завершим это дело. И празднование юбилея города Омска подавим нашим ветеранам обновленный Бульвар Победы. Оказать помощь бизнесменам предложили на благотворительных условиях. То есть никакой прибыли со своих вложений они не получат. Несмотря на это предприниматели готовы поддержать местные власти. Не нужно сделать вообще ссылки на какую-то сложную ситуацию. Любое время, возьмите, 70-е годы, 90-е годы всегда было сложно, всегда денег было еще меньше, машин было меньше, значит, жили хуже люди. Значит, можно сказать, что ситуация стала чуть хуже, чем несколько лет назад. Но это не повод для того, чтобы ничего не делать. Мы будем участвовать в ряде проектов. Это и в Советском округе, и в Центральном округе. И суммы, я даже не подсчитывал, но это, конечно, будут миллионы рублей, которые мы потратим на благоустройство. Мы уже давно приняли решение на нашем отчетной конференции, которая у нас проводится ежегодно в нашей организации. Все, как приняли решение, принимаем участие, поднимаем весь народ, открыли специальный счет. Он уже открыт, ждет первых поступлений. Омск-водоканал, понятно, имеет свою достаточно сложную историю, в части там акционеров и всех остальных вещей. Но, тем не менее, все, что касается городских объектов, в мере своих сил и возможностей мы все это делаем, выполняем, воплощаем. Мы тоже можем принести достаточно серьезный вклад в развитие города Омска. Мы, допустим, 300-летию Омска сделали городу подарок, открыли центр дворец бокса, тоже вложили приличные деньги и сделали из памятника, из аэропорта местных линий, вот такой дворец бокса, где ребятишек с удовольствием занимаются. Ну и дальше мы тоже планируем 300-летию, свои как бы городу подарки. Это делает каждое предприятие. Сейчас будет возможность и каждому человеку. Положительный отзыв бизнесменов пояснил эксперт в сфере экономики, заведующий кафедрой ОМГУ Олег Рой. Основной мотив подобного рода действий заключается в том, что у предпринимателей есть некая зависимость от городской власти, либо в плане аренды платья, либо в плане доступа к каким-то определенным ресурсам. Поэтому это и мотивирует предпринимателей на соответствующие контакты, на то, чтобы оказывать определенную помощь муниципальной власти. Это достаточно распространенная практика как у нас, так и за рубежом. Помочь городу могут и жители. Реквизиты расчетного счета, как и деятельность некоммерческого фонда, будут в открытом доступе. Средства от инвесторов уже начали поступать в фонд. Сколько и на что, скоро станет известно. Всю информацию планируется отражать на сайте администрации города. Сегодня крупнейший молочный завод Омска заявил об экспансии в школы города и области. Его собственник Сильвио Попович и губернатор Виктор Назаров договорились о сотрудничестве. Владелец предприятия подарил сертификат на 100 часов мастер-классов по обучению подростков от 14 до 18 лет, чтобы они смогли выбрать для карьеры агробизнес. А глава региона предложил поставлять молочную продукцию, фруктовое пюре и соки на детские кухни, в детские сады и школы. Репортаж Евгения Нефанова. Это шапочка. Есть набородники. Молочный завод начинается с вешалки. Все гости получают бахилы, халаты и шапочки. Любой входящий в цех сначала должен вынуть руки за специальным раствором, затем облачиться в такую одежду. Все делается ради дезинфекции, безопасности и вследствие качества продукции. Контроль везде и во всем. И когда городской молочный завод «Солнечный» работал в советское время по стандартам ГОСТ, и тем более сейчас, когда линии автоматизированы уже полностью, а продукцию сертифицируют по международному образцу. Евгений работает здесь всего три года, но уже твердо хочет провести всю карьеру, несмотря на строгие стандарты. Получается, мы приходим, когда на работу, получаем чистую спецодежду, одеваемся согласно нашим санитарным нормам, которые прописываем у нас в регламентах. И все, проходя здесь, мы постоянно обрабатываем руки. То есть это все везде у нас прописано, везде есть напоминания, если что-то, где-то кто-то бывает. Поэтому как бы все у нас соблюдено, и каждый уже, как отче наше, знает эти правила. Красно-белые бутылки с молоком бегут по линии самостоятельно. В огромном цехе цельномолочной продукции малолюдно. Это в 70-м году, когда завод открылся, здесь работали десятки человек. Однако ручной труд ушел вместе с прошлым веком. Таковы современные требования нового владельца. В течение 15 лет на этом заводе шли изменения. Когда-то это компания «Солнечный», потом когда-то это компания «Монрос», потом компания «Вимбельдан». И на предприятии постоянно шли улучшения технологических процессов. Эти изменения уже много лет видит Светлана Безрукова. С ее рабочего места открывается вид сверху на весь цех. Развиваемся, растем. Упаковка групповая у нас, вот Куки. Вообще у нас это же дива, что у нас работает такой автомат. Дива дивная. Это автоматическая рука. Рука Кука, ее зовут здесь. Движется четко, аккуратно и быстро. Упаковка торопится к покупателям. Завод перерабатывает 300 тонн сырья в сутки. Виктор Назаров, не называя брендов, рекламирует молоко. Потребляем молоко, потому что у меня есть маленький ребенок. И покупаем в магазине продукцию, которая производится на территории Омской области. Компания «Вимбельдан», купившая в свое время молочный завод у омского бизнесмена Александра Никипелова, славилась первыми в России порошковыми соками. Однако на омском предприятии сухое молоко вообще не используется. А живое поставляют по договору 26 местных ферм. Все сырье тщательно проверяют в лаборатории по основным параметрам. Какая кислотность? 16. А нужно? 16, минимум. От 16 до 19. То есть молоко сырье качественное? Да. То есть не кислое. Благодаря тотальному контролю о той или иной упаковке йогурта, кефира или творожка можно узнать любому покупателю. Любой завод компании, если он получает замечания, он быстро делает расследование. У нас есть очень знаменитый стандарт, называется прослеживаемость. В течение четырех часов выявляется, что, где, когда и почему. В прошлом году нареканий от покупателей не поступало. Хотя охват продукции впечатляет. Вся Сибирь, Урал, Дальний Восток, Казахстан и Киргызстан. Именно поэтому областные власти берут завод в партнеры проекта о школьном питании. Евгений Нифанов, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Уроки мужества появились в омских школах. Занятия ведут настоящие мужчины. Воины-афганцы, которые о страхе и смелости знают не по учебникам. Что они рассказывают юным защитникам Родины и как за 40 минут пытаются повлиять на молодое поколение, знает Светлана Урванцева. Участники афганской войны – обычные люди. Они живут среди нас. Многих мы даже знаем в лицо, но порой не догадываемся, что когда-то не побывали в горячей точке. Сейчас это руководители, политики и общественники. Такие, как Егор Еремеев, председатель окружного отделения общероссийского объединения ветеранов. Или Сергей Фролов, первый заместитель мэра Омска. В Афганистане он был сапером. Я достаточно много провожу таких уроков, мужества. Работаю главой администрации Кировского округа. Я в Кировский округ проехал, наверное, дважды во всех школах. И могу сравнивать, какое поколение было ребят, буквально 3-4 года назад, которые заканчивали школу и уходили вами, которые сегодня. Для меня это что? Для меня это, в принципе, встреча с подрастающим поколением, понимать, чем они дышат и возможность передать свои мысли, свое мнение о сложившейся ситуации. Борис Беспальков – ученик 92-го лице. Как ведущий он готовился к мероприятию, собирал информацию. Но рассказ ветеранов, как и всех, услышал сегодня впервые. Рассказывали очень неординарно. Рассказывали не просто какие-то определенные факты, которые так можно знать. Они рассказывали что-то интересное, свои эмоции передавали. Безусловно, это очень интересно и очень сильно берет за душу. Сергей Фролов и Егор Еремеев рассказывали не свои биографии, а истории, которые произошли с ними на войне. Вспоминали свои страхи и переживания. То, о чем все догадываются, но чего не знают. Когда видишь, как люди рассказывают это сами, чувствуется, что они это все пережили на собственном опыте. В конце встречи гости спросили молодых людей, кто уже сейчас готов пойти в армию. Вышли 10 человек. И это много, говорят ветераны. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна 7. Пятимесячная девочка Алина Сматова ждет помощи амичей. У нее от рождения суженные дыхательные пути, и поэтому кроха дышать самостоятельно не может. Операцию сделают, когда Алина подрастет. Но до этого момента ей нужно дожить. Эмоции маленькой Алины разобрать трудно. Дышать иначе, чем через трахеостому, девочка не может. Суженные дыхательные пути доктора заметили во время простуды. Провели операцию. Трахеостому нам поставили, то вот у нас как бы проблемы начались. Трахеостому-то, ну, во-первых, у нас плакала она звонким голосом, чистым таким. Вот, агукала она. А сейчас все, трахеостому поставили, и мы не разговариваем. У нас теперь плачет, одного тона хрип. Там, как вот, если она просыпается, слышно, как хрип появляется другого тона. Ну, то есть для нас это вот только так мы теперь с ребенком общаемся. Для проведения операции ребенок еще маленький. Поддержку дыханию обеспечивает специальный вакуумный насос, который откачивает мокроту из гортани. Пользоваться прибором приходится едва ли не раз в час. А чтобы вместе с воздухом в горло не попадали пыль и инфекции, на шею крепится так называемый искусственный нос. Вот вы слышите хрип. Нужно постоянно вот это вот сонировать, иначе она может тоже перекрыть дыхательный проход. Она может выдохнуться. Вот. И это тоже. И физрастворы, и все для обслуживания трахеостомы, это все нужно покупать. У нас, как бы, у нашей семьи таких денег просто нет. Поэтому мы просим помощи у всех неравнодушных людей, которые мы могли как-то помочь, поддержать нашу. Алине сматывая требуется 134 тысячи рублей. В эту стоимость входит рециркулятор и различные расходные материалы к трахеостоме. Девочка у нас не единственная такая. К сожалению, государство не обеспечивает такие семьи ничем. И приходится уже прибегать к фондам благотворительным, которые помогают этим семьям. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным мячам помочь Алинке быть здоровой и счастливой девочкой. Помочь ребенку можно, перечислив любые средства на реквизиты банка. Они указаны на сайте Радуги, радугадефисомск.ру. Можно позвонить по телефону благотворительного центра. Его номер 908-902. Николай Евенко, Артем Колесников, Антенна 7. Теперь о спорте. Сегодня омские бойцы Александр Шлеменко и Андрей Корешков вылетели в Москву. 19 февраля у Шлеменко бой в полуфинале турнира М1. На заключительной тренировке спортсменов в Омске побывал Владимир Астомин. Взрывные серии, смена стоек. Шлеменко доводил до автоматизма свои новые комбинации. Именно собирается удивить соперника, поклонника классического бокса Вячеслава Василевского. По словам Шлеменко, за время паузы он сумел систематизировать свой опыт, выбрать лучшее из международных соревнований. И на сегодняшний день Александр практически сформировал свой стиль и дал ему название. У меня все-таки свой стиль. Я бы назвал его стиль Шторм, так как и методика подготовки своя, которую опробовала на мне и на моих учениках Александра Сарнаска, Андрея Корешкова. И мне интересно самому даже, почему я и подписался в это гран-при, посмотреть, насколько она конкурентно способна, либо, наоборот, классика неконкурентно способна в этом аспекте. Поэтому будет очень зрелищно и интересно. Помогать Шлеменко будет Андрей Корешков. Вторым секундантом Александр пригласил польского бойца чеченского происхождения Мамеда Халидова. Это сильный консультант по борьбе. Александр считает, что у него есть козыри и в партере. Я хочу отметить, что многие считают, что Вячеслав Василевский борется лучше, чем я. Я не спорю, если бы мы работали в куртках, по правилам самбо, может быть. Но все-таки многие люди забывают, что мы работать будем в ринге по правилам ММА. И поэтому я считаю, что именно в ММА моя борьба уж точно не хуже. Я считаю, лучше. Единственное, что беспокоит Александра, это груз времени. Возвращаться в ринг после большого перерыва нелегко. Но Шлеменко бодрит огромная поддержка болельщиков. По словам спортсмена, многие специально поедут в Москву, чтобы поддержать его. Болеть за Александра будут и его ученики. Готовясь к бою, Шлеменко проводил общие тренировки и находил время для работы с другими спортсменами. В первую очередь с Александром Сарнавским, у которого бой 26 февраля. Этот поединок также вызывает повышенный интерес болельщиков. С соперником мяча будет сильный российский боец с хорошей борцовской техникой Мурат Мачаев. Мурат очень серьезный соперник. Мы знаем, что у него это конек, это вольная борьба, он очень хорошо борется. Но я этому тоже много внимания уделял. Это работа у стенки, работа в клетке. То есть подготовились очень хорошо. Сейчас больше такая тренировка, больше работаем на тактике, как подойти к бою. Но я думаю, уже в момент боя буду готов на все 100%. Оба поединка наших бойцов пройдут в Москве, но в разных местах. Шлеменко будет биться в Олимпийском, Сарнавский в Лужниках. И тот, и другой бой будут транслироваться по телевидению и в интернете. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7. Без шипов на скользком профиле. Известные омские автогонщики Игорь Усов и Александр Фабрициус показали высший пилотаж. В решающих заездах четвертого этапа розыгрыша Кубка Урала, Сибири и Республики Казахстан по зимним трековым гонкам. Наши спортсмены выиграли две главные награды соревнования и сделали серьезную заявку на общую победу. Новый маршрут на каждый заезд. Предельный разгон на старте и максимальная концентрация на виражах. Массивные, но слабые по плотности снежные бурты при контакте с машинами постоянно меняли конфигурацию. На поворотах решения принимались в секунды. При подглядывании в боковые зеркала соперники мчались рядом. В жестком споре тактическим мастерством блеснул Игорь Усов. Выверенные траектории, хорошо подготовленная Лада Калина – минимум ошибок. Спортсмен выиграл пять заездов из шести и набрал лучшую сумму – 29 баллов. Трасса сегодня очень скользкая была. В общем-то, маленько удачи. Ну и, наверное, звезды так сложились, что повезло. Ну и, в общем-то, особо никакого не было нервного напряжения, наверное. Лучшую технику показал Александр Фабрициус. Самый титулованный омский автогонщик просто блестяще использовал легкий контакт с буртами. Скромная восьмерка Фабрициуса каждый заезд таранила нужную точку в снежном бруствере и, отскакивая, как бильярдный шар, лихо смещалась на внутренний радиус. Именно этим приемом Фабрициус вырвал победу Усова в личном споре. К тому моменту расклад мест на пьедестале уже определился. Фабрициусу не повезло в одном из заездов. Соперники перекрывали траектории. В итоге второй результат. Очень скользко было, поэтому борьба была единственным лидером, кто действительно сегодня все хорошо прошел, Игорь Усов, с чем поздравляю. Мне удалось добраться только до второго места, потерял четыре очка по таблице. Остальные ребята, Сергеев с Барнаула тоже достойно, ребята с Казахстана, поэтому борьба была большая. Но кому-то не повезло, кто-то сломал машину, кто-то еще. Остальное все, я считаю, что огромное количество болельщиков, зрителей. Борьба была очень сильная. В лидерах соревнований остался и амич Дмитрий Катышев. В этом туре ему не повезло. Автогонщик набрал всего несколько баллов. Подвела коробка передач. Бронзу выиграл опытный барнаульский пилот Станислав Сергеев. Открытием этапа стал молодой омский спортсмен Роман Саблин. Сын известного нашего гонщика Виктора Саблина стремительно прибавляет в мастерстве. В этот раз показал высокий четвертый результат. С каждой гонкой добавляю. То есть были гонки, где не доезжал, были гонки, где три заезда проезжал. Отец подсказывает. Это большой плюс. Будем стараться попасть в стройку в дальнейших соревнованиях. Омские автогонщики укрепили лидирующие позиции. Как распределяться места на пьедестале всего соревнования, узнаем в марте. Впереди еще три этапа. Они пройдут в Барнауле, Петропавловске и Новосибирске. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. И напоследок. Пеликани острова, уникальные для Омской области, поможет восстановить губернатор Виктор Назаров. Архипелаг на озере Тенис в Крутинском районе, где гнездятся кудрявые пеликаны, размывался водами озера в течение ряда лет. Сейчас места для 400 краснокнижных птиц почти нет. А они скоро прилетят. Профессор Омского госуниверситета обратился за помощью к Виктору Назарову. По поручению губернатора создадут кондиционный штаб, который займется обустройством территории и восстановлением колоний пеликанов. На озеро Тенис доставят материал, необходимый в строительстве искусственных плотов для гнездования редких птиц. У нас осталось совсем немного времени, 22 апреля, где-то в 20-х числах, а судя по нынешней зиме и гораздо раньше уже кудрявый пеликан появится, чтобы он не прилетел к разбитому корыту, а конкретно уже был восстановлен тот самый гнездовый остров. Пусть это будет искусственный, постепенно в течение лета и последующих годов он будет обрастать естественными, с плавинами. На этом выпуск завершен. До встречи. Далее рекламная информация. Розыгрыш сертификатов ко дню Святого Валентина провели в торговом выставочном центре «Каскад». Поучаствовать мог каждый, сделавший покупку в магазинах центра. Чтобы не упустить зрелище, приходится влезть повыше. Красочное шоу подогревает ожидания, ведь право на заветный сертификат скрывается в барабане. Юлии Яськовой удачу пришлось подождать, делятся впечатлениями. Вообще ни разу. Первый раз. Уже, кстати, собралась домой идти. Спасибо «Каскаду». Мы любим «Каскад». Хорошие покупки сделали. Вы, видите, выиграли еще плюс ко всему. Здорово. Это всегда приятно. Поучаствовать в розыгрыше «Каскад» подарков «Время дарить любовь» приуроченному ко дню влюбленных мог любой желающий, сделавший покупку в «Каскаде». На победу надеялись сотни омичей. Наталья Панфилова, сделав покупки в «Каскаде», не прогадала. Я не ожидала, конечно же, такого сюрприза для меня сегодня. Ну, спасибо «Каскаду». «Каскад» и дальше готовит сюрпризы. Второй этап акции «Равнение на «Каскад»» уже стартовал. Успеть можно до 26 февраля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где заказать лекарь? Мам, в аптека РУ. Аптека РУ. Всегда удобный заказ медикаментов. Омское региональное общественное движение «Новый город» проводит традиционный турнир по мини-футболу на снегу на кубок и призы гипермаркета «Континент». Состязания пройдут 21 и 22 февраля с 10 часов на спортивных площадках школы 97. Заявки принимаются в группе ВКонтакте «Омск-Новый город». Справки по телефону 8-913-975-4563-379-359. Покупать зимой выгоднее. Только до конца февраля самая выгодная цена на газобетонные блоки «Вармит» от завода-производителя. Бесплатное хранение на складе. Купи сейчас, забери в строительный сезон. Все подробности по телефону 903-573. Субтитры подогнал «Симон»!